Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзеки царя Иудейского. Пойди сюда повыше, нежели когда понизит тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Такие первые семь стихов предлагает нам Премудрый Соломон в Священном Писании для рассуждения. Мы видим, что здесь, в первой стихе Премудрый Соломон, говорится о том, что эти притчи Соломона, которые собрали мужи из Экии, Действительно, как мы знаем из книги царств, притчи Соломона было более трех тысяч. Их составляли, их рассматривали, их, если можно так сказать, редактировали, выбирали самые мудрые. И то, что потом впоследствии вошло, как мы видим в книгу притчи, в канон Священного Писания. Некие люди говорят, ну что, тогда это продукт разума, где же здесь Бога откровенность, не совсем так. Дело в том, что дух дышит где хочет. Поэтому нельзя сказать, что мир это абсолютное зло. Есть ли в этом мире, даже вот в тех каких-то системах, скажем, или в писаниях что-то доброе? Конечно, мы знаем, что и в художественной литературе мы находим там и Федора Михайловича Достоевского, там и у Тургенева, и Сладкова Щетрина, и у других поэтов, и писателей, и у художников. Можем найти очень много сюжетов и картин, которые напоминают нам о Евангелии, о Христе, о жизни вечной, о Царстве Божьем. Поэтому абсолютного зла в мире не существует. И в этом смысле Премудрый Соломон, наделенный благодатью Святого Духа, разумом, выбрал те, которые действительно стали Богдухновенными. Притчи, которые стали Богдухновенными. Собирали мы, как видим, их мужей-изеки, царей иудейского, а они были как бы собирателями, а составителем был Премудрый Соломон. И далее второй стих, слава Божия, облекает тайное дело, а слава царей и следует дело. То есть здесь Премудрый Соломон указывает, что царь это помазанник Божий. Как сказано, не прикасайтесь к помазанникам моим. Мы помним, как народу израильскому был дан Саул, он был помазан пророком. Далее все цари Давид и прочие израильские цари, и до того времени, пока был царь и в России, все они помазались и ставились на царство особой милостью и промыслом Божиим. Поэтому сказано, что слава царей и следовать дело. Это было их, в общем-то, и славой, и обязанностью. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. То есть говорится о особом их долге перед людьми, перед своим государством. Особый долг правителя, что только Господь ведает их сердце и особым образом по благодати направляет их действия. Отдели примеси от серебра и выйдь у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. Мы видим, здесь говорится о неправедных советниках. Часто такое бывает, когда мы видим, что вроде бы царь-то хороший, правитель неплохой, а вот второй советник не совсем умный человек, и поэтому никак, правда, не устраивается в государстве или в стране. Дается такой совет, совет премудрым сломанам, что сделать? Он говорит, удали этого человека от престола, и правда тогда утвердится. Действительно, каждый человек должен занимать свое место. И когда мы видим, что человек, в общем-то, неплохой, но он не на своем месте, мы говорим, не в своей тарелке. Потому что лучше, да, и вот 5 стих, 6 стих, не величайся пред лицом царя и на месте великих не становись. То есть, очень хороший совет для того, чтобы знать всем свое место. Потому что лучше, когда скажут тебе, пойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя пред знатными, которого видели глаза твои. Да, действительно, уже в Новом Завете Господь Иисус Христос говорит, что и когда ты придешь, не садись на первое место, то есть на пир названный, а садись на последнее. Потому что, когда войдет распорядитель пира, увидит тебя, человека сидящего на последнем месте, скажет, иди займи вот это место и возвысит тебя в глазах людей. А когда ты сядешь на первое место, то кто-нибудь более важный или знатный зайдет, он скажет, извини, сядь на то место, и этим самым ты будешь унижен. И Господь резюмирует, как бы так можно сказать, в божественном откровении, говоря так, возвышающий себя да унизится, а унижающий себя да возвысится. Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестье твое не отойдет от тебя. То есть, если действительно ты ведешь какие-то тяжбы, но есть у тебя такой друг, то есть другого, в другом переводе сказано, то есть тяжбы друга своего не открывай, если даже есть какое-то дело. Лучше то, что тебе доверил твой друг, что-то такое тайное и сокровенное, несмотря даже на всю выгоду в каком-либо споре, старайся это не открывать. Потому как, так и сказано, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестье твое не отойдет от тебя. То есть, такой важный совет, можно о нем прочитать, например, у Григория Великого, он пишет, «Почему и суть друзья, цитата, между собой все, кто обладает знанием Христа? Почему называют Христос друзьями своим учеников? Иоанн Креститель был другом жениха, и таков Моисей, и все святые люди, и только по образу этой дружбы те, кто друзья ему, дружны между собой». Конец цитаты. То есть, Григорий Великий говорит, что в каком случае человек действительно, ну, есть надежда, что друг не предаст и не выдадет сокровенные какие-то вещи, даже если наступит какая-то тяжба, когда эти друзья во Христе? То есть, он указывает, и Иоанн Креститель был другом, и Моисей был другом. Он указывает, как бы, на крепость дружбы в Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе. Далее. Одиннадцатый стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично, золотая серега и украшение чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха». То есть, сравниваются такие предметы, когда звучит слово красиво, сравнивается с золотым яблоком в серебряных сосудах, слово сказанное прилично, золотая серега для внимательного уха, мудрый обличитель. Мы помним неоднократно, премудрый Соломон предупреждает, будь осторожен в обличении глупого человека. Да и вообще надо стараться обличать достаточно осторожно, чтобы не навредить и другому человеку, и себе. Например, люди спрашивают, ну а как, сказано же, и обличайте. Надо сказать, что да, но вот есть духовное руководство, если память мне не изменяет, это духовное руководство к духовной жизни, есть такая книга в Арсенофе Великого Иоанна, где такой дается совет, пишет Инок старцу, всегда ли обличать, если брат согрешает? И тогда старец ему отвечает, с осторожностью обличай, а в большей мере, если ты готов душу свою положить за него, то есть какой мотив твоего обличения, тогда обличай. Поэтому часто, когда мы обличаем людей, мы хотим удовлетворить, ну, какое-то свое, там, вот такое состояние, такое вот числа и даже, может быть, какой-то гордыни, что вот я его обличил, вот я сказал ему правду. На самом деле это очень опасное состояние для самого человека, его души. И старец в Арсенофе дает такой совет, что если хочешь обличить, если готов пожертвовать, чтобы исправить этого человека от пути греха собой, как и Христос на кресте исправил наш жизненный путь, смертью своей и воскресением из жизни обличи, а если подумав и исследовать себя не готов, не торопись. Итак, что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающих его. Он доставляет душе господина своего от раду. Действительно, добрая весть, она всегда приятная, такое интересное сравнение, снега при жаре. «Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающийся ложными подарками». Это то, что действительно идет речь о хвастливом человеке. То, что говорят тучи без дождя, когда люди смотрят на небо и в жару ждут дождя, стоит жара и дождя нет, смысла от этих туч никакого, и они всю надежду, в общем-то, так или иначе упраздняют. Итак, да, вот по этому поводу пишет интересно преподобный Анкасиан, что тучи без и ветры без дождя, то человек, хвастающийся ложными подарками. Цитата. «Смирение есть наставник всех добродетелей. Оно есть крепчайшее основание небесного здания. Оно есть собственный и великий дар Спасителя. Кто следует короткому Господу, не в явлении высоких знамений, а в добродетели терпения и смирения, тот совершает все чудеса, сотворенные Христом. А кто желает повелевать нечистыми духами, или чудесно подавать здоровье недужным, или являть перед народом какой-либо из дивных знамений, тот хоть и призывает имя Христово, но бывает чужд Христа, поскольку, будучи надменным гордостью, не следует учителю смирения. Христос не сказал, если будете подобно мне, творить знамения или чудеса, но говорит, если будете иметь любовь между собой. Или говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Или будете иметь любовь между собой, которую, известно, могут сохранить только кроткие и смиренные. И далее преподобный Ангксиан продолжает, потому что отцы наши никогда не называли добрыми и свободными от заразы тщеславия тех монахов, которые хотели слыть изгонятелями духов, или того с величайшей надменностью разглашали, что они уже заслужили и надеются скоро получить эту благодать. Итак, если кто перед нами сделает какое-либо знамение, то мы должны хвалить его не за чрезвычайность знамения, но за его добродетель, и обращать внимание не на то, повинуются ли ему демоны, а на то, имеет ли он те свойства любви, какие описаны апостолами. Удивительная конец цитаты. Такое толкование преподобного Яна Кассиана. Он говорит о том, что не тот, кто творит знамения и чудеса, не тот, кто освобождает людей от недугов, не тот, кто даже бесов изгоняет, а тот ли, кто все это делает, движимый любовью к Богу и к ближнему. Если нет, говорит, нет от этого никакого толку. В таких знамениях, чудесах, в таких благодатных дарованиях, что даже и недужных исцеляет. Нет, говорит, толку, если это все делается без любви к Богу и ближнему. И мы читаем далее. Да, вот интересный есть тут совет в 17 стихе. 16 говорит, кто нашел мед, ешь сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не избривать его. Говорит об умеренности. Все хорошо в разумной мере, даже в кушении меда. И далее 17 стих. Не учащай ходить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Очень хороший совет. Есть такие люди, которые думают, что их всегда везде ждут. Но есть и другая поговорка, что незваный гость хуже татарина, говорили на Руси, когда татары набегали. Действительно, не стоит быть назойливым. И во всем нужно знать в меру, даже и в дружбе. Потому что у всех есть время какое-то, у всех, даже если нет семьи, у человека есть, возможно, время для чтения, для молитвы. И не всегда стоит назойливу посещать дом друга своего. Как здесь говорит премудрый Соломон, чтобы он тебя возненавидел. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произначащий ложные свидетельства против ближнего своего. Видим, что снова премудрый Соломон сравнивается лжесвидетельство. В общем-то, тот грех, мы знаем с вами, тот грех, которым были научены бесам, в общем-то, и людьми, иудеями, лжесвидетели, потому что не было за что обвинить Христа. И нарушая эту заповедь, лжесвидетельство, был обвинен наш Спаситель на крестную смерть. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Действительно, ненадежный человек, как говорят, друг познается в беде. Что снимающий с себя одежду в холодный день, то уксус на рану, то поющие песни печальному сердцу. Вспоминается здесь слово, когда читаешь этот стих, когда Господь говорит, что человеку иногда живому бывает очень трудно угодить. Ему то жарко, то холодно, он всегда в каком-то состоянии недовольства. Вот человек с печальным сердцем, это такой человек, который думает, что ему всегда все что-то должны. И, как сказано, Господь говорит, мы пели вам песни, вы печальные песни, вы не плакали, играли на свиреле, вы не плясали. То есть, что бы человеку ни делали, все для него не так. «Ибо делая сие ты, если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водой». То есть, говорится о любви к врагам. Как и Господь учит нас в притче, что если действительно человек, скажем, враг твой попал в плен, не надо с ним обращаться, как со скотом. Необходимо и накормить, и напоить. Очень важная заповедь. «Ибо делая сие ты собираешь горящие угли его на голову ему, и Господь воздаст тебе». То есть, когда действительно враг видит к себе такое, оказывавшись, например, даже в плену, видит доброжелательное отношение, это как уголе ему на голову, потому как он по отношению к тебе обозленный, но видит твое такое доброе отношение к нему. Сказано, что он усмирится, и Господь тебе воздаст. «Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Лучше жить в углу, на кровле, неже со сварливой женою в пространном доме». Снова Соломон прибегает к этому образу сравнения. Говоря о том, мы знаем, что, в общем-то, глава в семье – это муж, а жена – его помощница, а дети – послушники. Но, тем не менее, премудрый слава, он снова-снова говорит, что в семье от женщины, то есть, какую человек найдет себе жену, зависит очень многое. То есть, неоднократно он повторяет одну и ту же мысль, что сварливая жена, он говорит, это как гниль в кости мужа. Здесь, он говорит, лучше жить где-то там в углу, чем в просторном доме, но со сварливой женой. То есть, очень, мне кажется, хорошая такая подсказка девушкам, которые страдают этим грехом, чтобы как-то в состоянии, ну, стараться избавиться от этой вечной недовольства, вечной там сварливости какой-то, вечное сплетение каких-то там сплетней. И вот я уже говорил неоднократно о Сократе, которого ученик спрашивал, что жениться или не жениться. Он говорит, женишься, найдешь хорошую жену, будешь счастливым человеком. Найдешь плохую, говорит, станешь философом. Да, потом у него спрашивали, говорит, а жениться или не жениться? Опять ученик, он говорит, ну, женишься, пожалеешь, и не женишься, пожалеешь. Ну, этот говорил так Сократ, а вообще апостол Павел говорит, хорошо человеку оставаться одному, но если не может, то лучше иметь жену. Но если уж и ищет себе молодой человек жену, нужно смотреть, не склонна ли она к этому греху сварливости. Далее, что возмущённый источник и повреждённый родник, то праведник, падающий перед нечестивым. Интересно, вот этот 26 стих говорит о том, что возмущённый родник, то падающий перед нечестивым. Что возмущённый источник и повреждённый родник, то праведник, падающий перед нечестивым. Действительно, говорится о том, что нечестивый человек, он всегда наблюдает за тем, как падает праведник. И он подобен вот этому, здесь в другом переводе, как извержению какого-то вулкана. Он сразу хохочет над праведником, поэтому нужно стараться не подавать поводы для ищущих повод. То есть не стараться воздерживаться от каких-либо может действий, что может соблазнить вот такого человека возмущённого. И человека, который всегда стремится к греху. Как нехорошо есть много мёду, так домогаться славы не есть слава. Уже говорили о том, что как здесь премудрый Соломон предупреждает об этой опасности, чрезмерности, так и домогаться славы. То есть такое состояние, чего предотвегает Соломон, действует как тщеславие. То есть слава, которая не приносит пользы человеку. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. По этому поводу пишет преподобный Анкасиан. Снова цитата, что город разрушенный без стен. В рассудительности состоит премудрость. В ней разум и смысл, без которых нельзя ни соседать внутренний наш дом, ни собирать духовное богатство, как сказано. Как сказано, мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняются всякими драгоценным и прекрасным имуществом. Конец цитаты. То есть премудрый Соломон говорит здесь эти удивительные слова, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий своим духом. То есть не владеющий человек сам собой. А преподобный Анкасиан говорит нам, где мы можем почерпнуть эту мудрость и рассудительность. В книге Божественного Откровения у отцов в церкви, в святом предании. А святое предание это не просто свод книг. Святое предание есть дух святой, живущий в церкви с дня Пятидесятницы. И как говорил блаженный Августин, что в доме Господнем есть все, как в Безбрежном океане, откуда можно почерпнуть мудрость для того, чтобы правильно созидать свой внутренний дом, то есть свой внутренний мир. И не быть, как говорит Премудрый Соломон, городом разрушенным без стен. Потому как сравнивает такого человека с человеком, который не может владеть своим духом. А если человек не может управлять сам собой, сможет ли он управлять своей семьей, сможет ли он управлять, если поставим в церкви церковнослужителем и священнослужителем тем более, сможет ли он управлять государством. Поэтому вся мудрость содержится в книгах священного писания, вся мудрость содержится в церкви. Будем отсюда черпать для того, чтобы быть домом устроенным, чтобы не быть разрушенной стеной.